Хорошо, детвора, вы все одеты. Куда вы собрались все? На участке. Хорошо, ладно. Смотрите, мы сегодня купили пилу, хорошо? И там будет проверять ее и все остальное. Я буду проверять. И третье, я вас очень прошу, предупреждаю, это очень-очень серьезно. Если я там с пилой, если я с пилой, она уже работает, да? Я там потихонечку пилю эти самые. Ни в коем случае вокруг меня не бегать и не ходить. Ни сзади, ни спереди, ни сбоку, окей? Вот, чтобы вообще вокруг меня никого не было, когда я пилю, даже вот тебе. Когда я подпилил там, 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 я выключаю пилу и говорю, детвора, пожалуйста, придите веточки эти унесите. И тогда вы приходите, берете веточки, относитесь, окей? Уже очень опасно. Вы можете идти, сплотнуться, нечаянно упасть, а я здесь, отсюда летите, очень страшно. Поэтому давайте, чтобы была безопасность, хорошо? Техника безопасности. Все, и мы там часик побудем, может быть, может быть, немножко еще. Окей. Короче, там уже посмотрим на месте, как захотим, подольше, подольше захотим, и все. Хорошо? Все, выходим на улицу, давайте. Итак, друзья, вновь с вами Алексей Савченко. Это у нас первый выезд на наш участок уже с таким рабочим настроением. Вот, это наш влог, где папа оставался дома несколько дней, пока мамочка была в отпуске. И вот мы решили поехать также с детками на участок съездить. Полезное, с приятным, немножко поработать. Деткам очень нравится ездить на участок. Раньше они просились часто в парк. Пап, поехали в парк, съездим. А сейчас как-то про парк они уже и подзабыли. Они чаще говорят, пап, поехали на участок, съездим. То есть там походить, побегать, попрыгать, по лесу полазить среди деревьев. Вот мы уже заезжаем на наш участок. Вот, и у детворы хорошее настроение. Правда, сегодня прохладно, поэтому я им сказал, что если будет холодно, вы можете сидеть в машине, погреться немножко и там еще побегать немножко, да, помочь, чем нужно будет помочь. Сегодня мы будем проверять пилу, которую мы купили. Вот в прошлом видео мы показывали, как мы ее покупали. И, в общем-то, это первый наш трудовой день на нашем участке. Вот она будет так стать машина, окей? В любое время пошли, сели, погрелись. Все, приходим, будет холодно, сразу шапочки, все такое. Пока Пусина здесь лежит. Вот, крабельки. Так, ну, девчонки здесь вышли на свежий воздух. Вот, вытащили мы коробочку. Будем теперь настраивать нашу пилу. Первый раз я работаю с пилой. Ну, может быть, когда-то работал, я имею в виду так, чтобы уже более... Более полномерно. Сейчас попробуем завести ее. Не с первого раза получил завести у нас ее. Вот, но ничего. Вова ходит с интересной штуковиной. Это такая продается желтое колесо. Это мерить участок. Я ее купил специально, очень удобно. Идешь, и там вот фиты отмеривает. Вон, детвора побежали, там тоже им интересно. Это уже готовый у нас фьюл вместе с маслом уже готовый. Специально мы купили. Да, продается специальный бензин уже с маслом размешанный. Очень удобно, потому что бывает немного... Много масла перельешь. Что ты, у вас фантом? Побегать, попрыгать. Ты что, понял? Я боюсь, что меня мучит. Бывает, перельешь масло, и потом оно дымит, начинает. Ох! А здесь у меня проблема. Никак не заводилась на начале. Хорошо, сейчас я иду в лес и начинаю там пилить. Если холодно, еще раз, садитесь в машину, лейтесь. О, тупей. Снова, большой потопор нам пока не нужен. Поставь в обратном. Маленький, нормально. Теперь, я там начну сейчас пилить немножко. Ну, все, работа пошла полным ходом. Там очень много сухих деревьев было, таких вот небольших, маленьких. Привет, народ! Руженики готовы к труду. Сейчас только побегут, погреешься немножко. Беги, погреешься чуть-чуть. Хорошо. Ну, все, ладненько. Значит, смотрите. Я думаю, что можно пока вот эти ветки... Да, ну, нашли мы место, куда складывать ветки, и потихонечку туда будем складывать их. Теперь уже безопасно, а то дети подходят, она висит. Там вообще сухой дуб, это половину сухой, надо будет с ним потом тоже аккуратно, чтобы придумывать. Только так. Ладненько, двигаемся дальше в двора. Огромная сухая ветка висела прямо над участком, опасно, пришлось бы ее сбросить. Вот. Видишь? Вот. Вот. Похоже, что старый. Видишь, да? Вот это, смотри. Вот. Гнездо сильное нашли. Похоже, что старый. Бывает, всякие осыпи прилетают, и все. Потом сейчас самое хорошее время все почистить. Они еще все спят. Окей? Все, давайте. Сейчас не бойтесь, там никого уже нет. Маленькие веточки, берем, выходим, а? Которые делали все. Нет, ну, родители. Вот, девчонки, помогает, молодцы. Ну, все. Помогает, молодцы. Все, работа закипела. Каждый старается помочь. А Дженнифер здесь раздолье побегать. Я тебя получил. Это, в самом деле, довольно страшно. Теперь у нас тропинка здесь. Вот Нелечка засняла. Это у нас озеро. Как раз участок выходит прямо на озеро. А детвора вот здесь, пока я там пилю, я попросил их рядом не находиться. И вот они гуляют по лесу. Тоннелечка решила заснять. Красивые веточки. А здесь мы на ускоренной пустили, чтобы побыстрее. Все. Все трудятся, все помогают. Они как муравьи, детишки. Один потащил веточку, другой понес, третий. И понеслось дело сразу. Двигается вперед все. Вот сынок тоже бревнышко какие-то тащит. Аленочка такая ответственная у нас работница. Вот Нелечка шишку нашла красивую. И вперед дальше. Нечего на шишке засматриваться, надо работать. Да. Маргариточка тоже. Аленочка Джинелл сфотографировала. Вот. Молодцы, дедушки, помогают хорошо. Подустали чуть-чуть. Еще хорошая усталость. Свежий воздух. Хорошо. Вот здесь, на этом месте. Сейчас я закинул. Ну, подожди. Проходи. Душник, как всегда бери маленькие, окей? Большие возьму постарше. Вот это место мы хотим сделать. Очистить все. Большое дерево, которое упало, спили. Как же до воды. Здесь будет большая поляна. Если люди будут оттуда идти, мы будем оттуда идти. Лисочек. Здесь полянка такая. Я костер сделаю. Но вот в этом месте. Вот здесь. Здесь тоже еще не расчистено. Вот здесь. Здесь мы потом построим, как мы хотели. Такой небольшой домик со стеклянной крышей. Здесь как раз нет больших деревьев. Мы это подпилим. Можно будет звезды смоить ночью. Ну, пока такой планчик. Так что еще по минуту здесь поработаем. И на сегодня хватит. Да, ну все. Работать достаточно. Собрал детвору я. И немножко решил рассказать, где, что, чего, как. Конечно, им очень интересно. Потому что особенно, ну, в общем-то, всем. Вова все мечтает, когда я деку построю. То есть не деку, а как он называется. Ну, такой мостик. Он хочет рыбку ловить. И байдарочку они хотят купить, чтобы кататься возле дома. Или велосипед водный такой, на воде. В общем, все очень рады. Всем очень интересно. Я им сейчас рассказываю. Ну, в принципе, я не кое-что советую, говорят. Интересно. Ну, в общем, такие планы. Нравится? Нормально? Ну, видите, как сами, как что-то не так легко, да? Потаскали немножко. Ну, видите, как вас много и вы помогли. Представьте, я бы сам не стаскал бы. Я бы только там еще где-то был бы. Первый день. Вот, че-то. Да, ну вот и все. Друзья, вот на сегодня пока и все. Сейчас еще детворе там немножко расскажу. С вами буду потихонечку прощаться. Это у нас первое такое видео. На тему, или второе уже на тему стройка дома. Вот. И мы будем постепенно вот так вот что-то записывать. Если вам интересно следить за этими событиями, пожалуйста, приглашаем. Будем очень рады, потому что в этом году навряд ли мы стройкой займемся. Уже основательно у нас не хватает достаточно средств. А я думаю, что мы пока подчистим лес. Может быть, огородик, садик немножко будем садить. В общем, потихоньку оживляет наш участок. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш семейный канал. Всегда будем вам рады. Ну, на сегодня до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова